здравствуйте ребята вы находитесь на канале дмитрия трофимова и тот самый дмитрий трофимов сегодня расскажет вам историю иногда я буду снимать видео где я рассказываю вам свои истории о том как я оказался какой-то жопе и что привело к этой жопе или как я из этой жопы вылез и как я победил эту жопу в общем иногда я буду рассказывать такие истории сегодня я расскажу вам историю о том как я начинал работу гидом и о том как моя тревога была не то что даже 10 баллов если было 100 балловая система то я с уверенностью бы сказал что моя тревога была тысячу баллов окей когда я поехал работать за рубеж я даже не представлял что до какой степени у меня была развита моя социальная тревожность до какой степени у меня была вот эта социофобия и получается что я безумный чувак который поехал работать гидом думал что это будет очень просто и легко и все что нужно это просто рассказывать смешные истории и люди будут хихикать над моими историями и платить мне чаевые или может быть там не знаю хотя бы похлопают мне и и я помню как сейчас это первый мой микрофон у меня первый автобус и было у меня около 40 человек и меня подготовили к этому я тренировал какие-то пленые тексты я заучил этот текст но к сожалению моя компания которая нас обучала именно видению да чтобы мы были как настоящие гиды она нам дала действительно только один навык называется текст учи дима текст и ты совсем справишься но наша компания не готовила нас к тому что мы можем столкнуться именно с той самой тревогой которая очень мощная и она как минимум 10 баллов тем более компания не знала что я поехал работать гидом и что я чокнутый социофоб потому что ну социофобы не должны преодолевать таким образом да свою социофобию не должны а вот я на тот момент думал что если я буду преодолевать себя то я победю нет так это не работает окей возвращаемся к этой истории я в автобусе 40 человек туристов и все смотрят на меня у меня микрофон я выучил текст 8 страниц я смотрю на этих людей люди смотрят на меня вот так они ждут что сейчас будет шоу дима сейчас будет классно рассказывать да а я смотрю им глаза и мне становится страшно меня накрывает эта жуткая тревога она мощная она меня до такой степени накрывать что у меня начинает трястись руки у меня начинает трястись микрофон в руках я не могу с этим справиться я понимаю что я не могу говорить у меня выключился голос я продолжаю смотреть на этих людей и мозг говорит остановись выпрыгивай из автобуса прямо сейчас не важно что он едет 80 километров в час выпрыгивай у тебя нет шансов чувак ты проиграл одеваться некуда действительно куда можно куда спрятаться сесть на кресло нельзя нужно рассказывать по стандарту нашей компании что сделать сказать извините меня колбасит у меня тревога я тоже не могу я не могу убежать от своей проблемы и в то же самое время меня голос дрожит руки дрожат я не могу я не могу говорить и я понимаю что единственный способ это дать себе передышку я положил микрофон на кресло я оставил этот текст который я должен был рассказывать нет были бумажки напоминашки шпаргалки я все это положил и я тоже сел не знаю может быть я в таком состоянии находился медитативно можно так сказать но может быть минут пять может быть десять я просто сидел и автобус ехал и люди ждали и какой-то момент мне пришлось собраться силами я взял микрофон я забил этот текст я развернулся опять к своим туристам к своим клиентам и начал что-то говорить я говорил не по тексту я понял что если я буду говорить по тексту станет еще хуже потому что я могу запнуться я могу сказать что-то не то и я начну еще сильнее паниковать и я позволил себе говорить что угодно но главное чтобы это было с пользой для клиентов для туристов чтобы хоть какую-то информацию я полезно до них донес я говорил я вещал предательские руках микрофон трясся голос дрожал но я продолжал говорить и может быть где-то на минуте десятый может быть на 15 минуте меня стало чуть-чуть отпускать а говорить нужно но не знаю минут наверное сорок потому что нам добираться до первых отелей нужно было где-то ищет полтора часа и вот 40 минут я должен был говорить так вот я не помню до сих пор до такой степени это была мощная тревога я до сих пор не помню о чем я говорил тогда я не помню как я отвез этих туристов я не помню понравилось ли им и мне честно говоря все равно потому что на тот момент я переживал о другом но я точно знаю что я справился потому что тревога где-то уже на минуте двадцатой может быть на тридцатой минуте почти полностью ушла я что-то рассказал сел вздохнул и понял что я справился и это был мой путь мой путь гида а потом отмотаем немножко назад я не буду уже вдаваться подробности как я преодолевал эту тревогу как я пытался там каким-то образом себя прокачать может быть я расскажу об этом нужно в других видео в других историях перемотаем немножко вперед на три месяца и вот опять же я еду в автобусе уже там 40 и там тоже 40 человек и я на протяжении всего времени где-то полтора часа рассказываю какие-то истории какие-то какие-то интересные шутки и полезную информацию тоже говорю и вот мы уже подъезжаем к нашей точке назначения я говорю спасибо вам ребята что вы были с нами спасибо что вы были с нашей компанией и послушали меня и мои истории и замолкаю я говорил легко я говорил в кайф я говорил в удовольствие у меня не тряслись руки и не было напряжения в горле у меня все было хорошо с микрофоном я говорил действительно в кайф мне было приятно доставлять людям приятность в том числе а потом где-то через секунд пять происходит чудо мне начинают хлопать весь автобус мать его начинает мне хлопать и говорят дима это было классно такие истории такие шутки спасибо тебе это было великолепно и они оставили очень много чаевых и для меня это был такой прогресс такой прорыв что вот три месяца тому назад и сейчас мне хлопают и говорят дима спасибо это было классно мы еще приедем к тебе еще послушаем твои истории шутки ребята не сдавайтесь продолжайте убирать у себя социальную тревожность продолжайте прокачивать свои социальные навыки навыки общения словесная импровизация навыки конфликта не сдавайтесь и через три месяца может быть кого-то позже а кого-то может быть раньше вы тоже кайфанете от того результата который вы получили если я смог вы тоже сможете это сто процентов и на сегодня все ребята если вам нравится такие истории если хотите чтобы я ещё больше рассказывал такие истории ставьте лайк подписывайтесь на канал и в комментариях напишите дима да мы хотим ещу такие истории и тогда если я увижу что активность вашей стороны есть я буду продолжать рассказывать такие истории про себя Может быть про своих учеников Может быть истории про своих друзей Которые преодолели Которые оказались в какой-то жопе Но не все получилось И это правдивые настоящие истории Ну и напоминаю, что у меня есть телеграм-канал У меня есть паблик У меня есть страничка моя личная вконтакте И пока-пока Сейчас я покажу, как у меня трясет микрофон Когда меня накрывала тревога Вот так Это еще цветочки Вот могло вот так Здравствуйте, дорогие туристы